Ничего меня в жизни не радует. Ну, это я не про себя говорю, это многие просто так говорят, и слышать это просто для меня ножом по сердцу. Значит, во-первых, жизнь не нанималась нас радовать. Мы для нее просто случайные, так сказать, эксцессы, артефакты ее жизненных, ее собственных дел. Вот, и просто так радость в нашу жизнь приходить не будет. Радость вообще такая пассивная эмоция, понимаете. Она приходит в тот момент, когда удовлетворяется потребность наша какая-то, и мы так чувствуем, о, тепленькая пошла, понимаете, вот эта радость. На самом деле, если люди ищут не радости, люди ищут того, чтобы их жизнь была наполненной, чтобы у них она была, чтобы она била ключом, так сказать. И она сама по себе понимает, ну, не будет. Нас 8 миллиардов. И вот, представьте, стоит такой мир, у него 8 миллиардов таких, типа, букашек. Значит, значит, и вот, ну, он может, конечно, нам забить ключом, но это будет очень для нас чрезвычайно, куча букашек погибнет в результате. Вот. Да нет у него интереса. Чтобы жизнь била ключом, для этого у нас должен быть внутренний объем. Понимаете? Потому что чем вы сами внутри сложнее, тем мир вокруг вас интереснее. Чем вы площа, чем вы более одноклеточный, тем мир у вас будет одноклеточный. Ну, вот что, амеба, вот она смотрит на мир, она чего для нее меж? Бить ключом. Это только если ее варят, понимаете, кипятят. Вот. А он у нее бьет ключом. А никаких других ключей нет. Если вы хотите, чтобы мир был для вас сложный, интересный, чтобы он был для вас увлекательный, чтобы вы видели в нем вызовы, чтобы вы видели в нем цели, вы сами должны быть сложнее, ну, как минимум, амебы. Вот. Поэтому это очень важно понять, что проблема не в окружающем мире. Мы видим как бы яркие краски мира исключительно исходя из того, какой у нас собственный рецепторный аппарат. Если он у нас два притопа, три прихлопа, будет скучно, будет тоскливо, будет скучно и грустно, и некому руку подать. Вот. Но если вы сложно организованный субъект, если у вас богатый рецепторный аппарат, так сказать, так вы столько всего увидите, что будет вас радовать, ну, как бы будет и не радовать тоже, потому что, глядя на этот мир, иногда хочется взгрустнуть, так сказать. Но вы зато будете иметь военность себя преодолеть, перестроиться. У вас же есть что перестраивать, у вас больше одной клеточки, так сказать. И снова, и вперед, и будет вам радость. Субтитры создавал DimaTorzok